Всем привет! В эфире долгожданный урок по левел-дизайну, по крайней мере я надеюсь на то, что он долгожданный. Вещает для вас Алексей Николай, вы смотрите Rain Game Studio. Не так давно канал перевалил за 500 подписчиков, это приятно. Надеюсь в дальнейшем у нас будет становиться только больше, ну а сейчас давайте начинать! Сегодня мы с вами снова поговорим о работе с террейном. Как уже говорилось ранее, сам по себе террейн в Юнити серьезно морально устарел, но добиться от него хорошего результата все-таки можно. Для этого необходимо использовать сторонние инструменты. Формат сегодняшнего урока будет слегка отличаться от стандартного, картинка на экране будет носить скорее знакомительный характер, а все самое важное я буду произносить голосом. Итак, давайте разберемся, в чем же секрет хорошего террейна. Ровно так же, как и все остальное в левел-дизайне, это детали. Чем больше деталей, тем живее смотрится картинка. Это и есть корень зла стандартного террейна, так как инструменты редактирования внутри Юнити просто не дают возможности создания хорошо детализированного террейна. Поэтому для создания этих самых деталей мы будем обращаться к сторонним инструментам. Первым из таких инструментов будет программка GeoControl. Я ее показывал уже ранее, покажу еще раз. В принципе, можно использовать не обязательно ее, это может быть любой генератор ландшафтов, который способен выгружать карту высот. Именно GeoControl я показываю потому, что он невероятно прост и легок. Все, что нам нужно сделать, это нарисовать линии примерного расположения высот, которые будут находиться на нашей земле. Затем настроить будущий террейн и нажать кнопочку сгенерировать. Мы получим готовую трехмерную модель земли, которую мы можем выгрузить в виде именно 3D модели, как это показывалось в предыдущем уроке. Либо же мы можем выгрузить карту высот в формате RAV и потом ее скормить нашему террейну в Юнити. Чтобы сделать это, отправляемся в Юнити и на террейне отправляемся во вкладочку настроек. Там нужно промотать вниз и нажать кнопку Import RAV. Если все пройдет хорошо, то мы получим сразу же достаточно высокодетализированный террейн. Единственный нюанс, наш результирующий террейн будет зеркальным отражением того, который нам показывал GeoControl. То есть, если вы хотите нарисовать что-то конкретное, какую-то местность, то вам нужно либо рисовать ее в зеркальном отражении внутри GeoControl, либо потом уже готовую карту высот отредактировать, прежде чем загружать в Юнити. Для того, чтобы наш террейн всегда смотрелся хорошо, нам нужно настроить параметр PixelError в настройках террейна. Этот параметр отвечает за своего рода лод-систему террейна, которая ухудшает детализацию в зависимости от расстояния террейна от камеры персонажа. А так как мы хотим, чтобы наш террейн всегда смотрелся красиво, даже издалека, мы уменьшаем этот параметр до нуля. Если вдруг вам не понравилось то, что у вас получилось, вы можете сбросить ваш террейн обратно в нулевую позицию. Один из способов, и как мне кажется, один из самых простых и быстрых, это поменять разрешение карты высот в настройках террейна. Как только вы ее меняете, террейн автоматически обнуляется. Итак, мы получили хорошую землю, выгруженную из какого-то генератора ландшафтов. И что нам нужно дальше? Дальше нам нужно ее раскрасить. Для того, чтобы она смотрелась достаточно красиво, мы должны использовать хорошие текстуры, которые будут давать должную атмосферу и детализацию. И также очень неплохо было бы заиметь какой-нибудь качественный шейдер для террейна, который будет накладывать текстуры вне зависимости от растяжения самого террейна. На AssetStory есть несколько вариантов так называемых трипланар шейдеров, которые не смотрят на геометрию террейна, а накладывают текстуры равномерно при любом исходе. Наносить текстуры можно вполне себе стандартными инструментами, единственное, что это будет долго и муторно. В связи с этим я хотел бы вам представить следующий инструмент для редактирования террейна. Автора данного плагина можно назвать своего рода спонсором нашего сегодняшнего урока, потому что он предоставил мне специально свой плагин непосредственно для того, чтобы я смог показать его в действии вам. Плагин называется Erosion Brush и он предназначен как для скульптинга террейна, так и для качественного нанесения текстур на него. Сегодня я не буду делать полноценный урок по данному плагину, потому что цель состоит не в этом. Я всего лишь покажу вам, на что он способен, а вы уже для себя решите, нравится вам это или нет. Идея данного плагина состоит в том, что он берет на себя полностью управление по созданию террейном. Вешается этот, как обычный компонент, на стандартный террейн, а затем, после несложной настройки, можно создавать и творить. Плагин достаточно требовательный к ресурсам и на моей машине неплохо так подтормаживает. Но это, тем не менее, не мешает получать мне хороший результат. Для того, чтобы этот самый результат был максимально качественным, его, конечно же, нужно подкреплять хорошими текстурами. Я буду брать первое попавшееся, которое есть в стандартных пакетах, просто чтобы продемонстрировать именно функционал плагина. У данного плагина есть два режима работы. Это Noise и Erosion. Noise Brush, кстати говоря, есть в AssetStory в виде бесплатного плагина. То есть вы можете скачать его совершенно бесплатно, попробовать у себя и не покупать платную версию до тех пор, пока не убедитесь в том, что он действительно этого достойно. Режим Noise Brush предназначен для того, чтобы создавать непосредственно карту высот на нашем террейне. И из названия понятно, что он позволяет создавать шум. Шум — это и есть те самые детали, которые нас интересуют. Настраивая определенные параметры шума, его чистоту, размер ячеек шума и так далее, можно получить как просто ровные холмы, как при стандартном редакторе террейна, так и очень заморошенную поверхность с большим количеством деталей. Итак, у нас с вами готов какой-то участок земли, и теперь мы можем придать им жизни, как раз-таки воспользовавшись вторым режимом работы плагина, а именно Erosion Brush. Функционал достаточно простой. Данный плагин смотрит на те настройки, которые вы ему даете, и, пользуясь ими, сглаживает низины и заостряет высоты. Таким образом получается эффект скалистной местности и горных хребтов. Помимо этого, плагин видит те текстуры, которые повешены на террейн, и умеет ими пользоваться. То есть, в момент пользования как Erosion Brush, вы можете выбрать те текстуры, которые будут применяться для низин и для высот, и плагин будет автоматически раскрашивать террейн в нужные нам текстуры. Если хорошенько засесть за данным инструментом, подобрать хороший набор качественных текстур, то можно получить действительно очень серьезный результат, который вы никогда не сможете получить с помощью стандартного функционала Unity. Unitec у себя на сайте ведут опрос на тему того, какие функции необходимо добавить в новые версии Unity, и что нужно изменить. Там же было голосование, по результатам которого было принято решение, что нужно срочно принимать какие-то меры именно по отношению к террейну, и Unitec ответили, что да, в будущих версиях что-нибудь будет сделано. Но никакого анонса, ничего нет, поэтому пока приходится пользоваться только тем, что есть. Сейчас на экране вы видите результат моих небольших потугов по воссозданию первой сцены из игры Gothica 2. Именно посредством стандартного функционала Unity с применением плагина Erosion Brush. Я потратил на эту работу достаточно мало времени, буквально пару вечеров. Причем большую часть времени я потратил именно на повторение непосредственно карты высот с масштабированием и детализацией того, чтобы объекты находились на тех же местах, где они находятся в оригинальной игре. Результат далеко не самый хороший, однако даже сейчас он уже гораздо лучше, чем нам предоставляет возможности добиться именно стандартной террейн Unity. Еще один плагин, о котором я также хотел вам сегодня рассказать, это плагин под названием MapMagic World Generator. Он предназначен для процедурной генерации ландшафта средствами именно стандартного террейна Unity. Плагин способен как создавать террейн на основе просто процедурной генерации, так и пользуясь изначально загруженными в него картами высот. Причем в чем его преимущество, в отличие от предыдущего нашего рассмотренного плагина, это то, что он работает не с одним террейном, а сразу с несколькими. То есть можно улучшить оптимизацию работы вашего ландшафта. Благодаря тому, что швов между этими террейнами будет не видно, игроку будет казаться, что это один целый террейн, а движок будет обрабатывать как несколько самостоятельных объектов. На фоне сейчас просто идет видео демонстрация того, как работает данный плагин именно автором самого плагина. Я не буду демонстрировать его работу, ввиду того, что у меня просто нет этого плагина. Однако, именно чисто по визуальной составляющей, я могу сказать, что если вам нужна процедурная генерация мира, то это именно то, что вам нужно. Ссылки на все эти плагины будут в описании к видео, как на бесплатные, так и на платные. И, в принципе, это все, что я хотел рассказать на сегодня. На этом основы работы именно с ландшафтом в Unity закончены. В следующем нашем с вами уроке мы рассмотрим такую интересную тему, как точки интереса, они же focal point в английском языке. Я очень сильно постараюсь не затягивать с выходом следующего урока. А пока хотелось бы вас всех пригласить в наше сообщество разработчиков игр. Ссылка также будет в описании. Мы стараемся развивать как сообщество ВКонтакте, так и наш сайт, на котором вы можете найти достаточно много полезной информации. По крайней мере, я стараюсь ввести к тому, чтобы этой информации было как можно больше. И что касается полезной информации, мне интересно ваше мнение. Пожалуйста, напишите в комментариях то, что думаете по этому поводу. Я хотел бы запустить новый формат видео, что-то вроде подкаста, представляющего собой выпуск новостей, предназначенных именно для разработчиков игр. От других разработчиков игр, либо от разработчиков программного обеспечения. Просто полезная информация, которая может быть интересна именно нашему сообществу. Скорее всего, если данный формат и будет выходить, то будет выходить не часто, примерно раз в месяц. Другой вопрос, нужен ли он вообще, соответственно, мне интересно ваше мнение, пишите в комментариях. А на этом на сегодня все. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось, ставьте пальцы вниз, если нет. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, всегда интересно узнать ваше мнение. И до встречи в следующих уроках!